На улице 10 часов вечера, мы вышли с Димой мусор выносить, а так хорошо на улице, прям прелесть. Вообще классно. Нашего папы до сих пор нету. Дим, ты что делаешь? Папа нашего до сих пор нету на работе. Мы с Димой вышли мусор выносить, он сейчас должен подъехать. Вот мы решили подождать на улице. Вот время 10 часов вечера, кстати, комаров сегодня нету. Как Дима сказал, комары уже ушли спать. Так что комары наши уже спят. А мы вот тут вот сейчас посидим, папу подождем. Это наш дом. Вот по краям с этой стороны и с другой стороны по подъездам фонари повесили вот эти белые яркие. А на нашем ничего нету. Вот тут вот нету ничего. Ни одного фонаря. Не, ну там есть лампочка такая? Стремненькая. Еле светит. Завтра первый день. Поведу Диму в школу. К восьми часам. Сегодня столько сообщений. Дима бегает. Дима, спортом занимаешься? Угу. Во дворе пробежал. Говорит, полквартала. И это. Поведу его к восьми часам в школу. Сегодня столько много учительницы сообщений писала по поводу обучения. Четыре дня подряд они будут учиться с восьми. И, а пятый день они будут учиться с одиннадцати. И это. Кормить их будут после первого урока бесплатно. Молоко тоже будут давать, но молоко чуть попозже начнут давать. Да и питание, я думаю, на этой неделе вряд ли еще будет, скорее всего, через недельку, наверное, пока сейчас все устаканится. Вот. Завтра у него четыре урока. Физкультура, окружающий мир, русский, математика. Она написала, что вложить. Дала заявление на ковид. Я там вот снимала. Я его заполнила по поводу ковида. Вот. Что еще сказать? Завтра пойду провожать его к восьми часам. Один день проведу, потому что там в школе со всех сторон есть входы и выходы. Нужно, чтобы он понял, с какой стороны все-таки им заходить и их классу. Вот такие вот пироги, ребята. А потом я уже не буду его водить. Будет сам уже бегать. Да, мне уже скоро на работу сам будет ходить. А у Владюши будут занятия с одиннадцати часов. Он сказал, до пяти мы будем учиться. Но не знаю, как это там до пяти, а не до пяти. Это с одиннадцати часов. Завтра у него тоже четыре урока. Он сегодня у нас ушел на линейку. Ну, на классный час на свои ключи не взял. Не захотел в карман пихать их. Так что завтра Владюша у нас будет с утра спать. С одиннадцати часов будет заниматься. Ну, у Димы один плюс, что Дима с утра занимается. Ну, быстрее Влада дома будет. Пораньше Владюша будет приходить. Тоже четыре урока завтра у Владюши. А, и вот что я стал говорить. Дима прервал меня. Ключи сегодня с собой не взял. А мы с Димой я подождала сорок минут. Мы там с сотрудницей встретились. Ля-ля-ля-ля. Возле школы. Пока у Димы классный час был, встретились. Пообщались с ней. Я и не заметила, как время пролетело. Ну, и потом Дима уже вышел. Урок закончился. И это... Вместе с Димой пошли на огни Урала. Хотели вот тортик купить. Одно место. В один магазин зашли. Нет, в другом магазине невкусное. Невкусный тортик был. Пришлось в магните взять. В итоге. Вот, приходим домой. А Владюша уйдет нам навстречу. Мы, кстати, от нашего подъезда выучили пароль. Который нам дает... Позволяет... Пошел кай. Который нам позволяет заходить без пипки. Без магнита, без вот этого. Можно заходить в наш подъезд. Мы только 4 года здесь живы. Мы только вот узнали этот пароль. Приятного. Поэтому Владюша зашел в подъезд. И сидел в подъезде. Там нас ждал. Пока мы пришли. Потом он уже вышел нам навстречу. Мы уже идем. Он говорит, что вы так долго ходите. Я говорю, я тебе говорила, ключи возьми. Вот, зашли домой. Чаек попили. Это у нас было празднование такое. 1 сентября. Чаек с тортиком попили. Владюша у нас свою зарплату купил. Нутеллу. Кстати, по поводу его зарплаты. Мы так расстроились. Мы думали, тысяч пять хотя бы заработает за две недели. А нет. Две семьсот всего заработал. Всего. И он вроде как расстроился. Теперь на телефон ему не хватает. У меня сейчас добавить возможности тоже нету. И сейчас деньги пойдут с тар-тарарами. Спустят их все в магазин. Хоть то квас себе покупает. То вот нутеллу сегодня купил. Будут сейчас тратить их. Потому что не хватает денег на телефон ему. Вот такие вот у нас новости. Вот такие вот у нас дела. Пока здесь на улице тишина. Только сверчки шуршат. Свистят. Я вот вам со всеми новостями, что у нас происходит, поделилась. Вот такие вот, ребятки, дела. Ох, это что-то взрыв был. Это они стреляют? Это на карьере что-то там взрывают, наверное. Так. Ну, вернулась я снова. Пока мы тут сидим. Уже минут 10 посидели. И мы стали понимать, что комары все-таки не спят. Все-таки они проснулись. И прилетели нас погрызть с Димой. Да, Дим? А потом обратила внимание на лампу. Сейчас покажу вам. Видно будет, нет? Вон сколько их там мельтешит. Всяких комариков, не комариков, мошкары. Так что нас кто-то все-таки грызет. Прямо же или мошкара, или комары. Не знаю, но что-то нас кусает. Покусывает. Ну, все. Спокойной ночи всем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok